Здравствуйте, уважаемые любители и ценители хорошего чтения. В 2024 году, это юбилейный год, исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И, конечно, мы будем говорить о Пушкине сегодня. Пушкин писал стихи, эпиграммы, поэмы, но еще он был драматург. И вот об одном его драматургическом произведении мы сегодня будем говорить. Это Борис Годунов. Пушкин начал работать в декабре 1824 года над трагедией. Но интересно, что он назвал ее, первоначальное название, комедия о настоящей беде московского государства, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Пушкин завершил 7 ноября 1825 года. Пушкин в это время в Михайловском, в ссылке. Ему одиноко, тоскливо, страшно. Он рвется из этой ссылки, но вырваться невозможно. И вот как умеет Пушкин все плохое, мрачное, жуткое превратить в полезное, нужное, интересное и даже в гениальное. Вот, казалось бы, ну в ссылке ли начинать думать об истории Отечества, о русских царях, о самозванцах, о русском народе. Да вот именно в ссылке, в ссылке, вот именно там и думать. Причем интересно, что когда Пушкин завершил работу, он пишет Петру Андреевичу Вяземскому, князю, с которым он состоял в переписке, «Трагедия моя кончена», я перечел ее вслух один, бил в ладоши и кричал «Ай да, Пушкин, ай да, сукин сын». Вот никогда Пушкин самому себе вот таких восторженных откликов не давал и не писал никому, ни близким, ни дальним. Ну, такой отзыв, может быть, самонадеянно, может быть, чересчур. Да нет, Пушкин скуп был на подобные отклики. И дальше он пишет, твердо уверен, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования. Я расположил свою трагедию по системе отца нашего, отца с большой буквы, Шекспира. Пушкин в 20-е годы Шекспира в подлиннике еще не читает, еще не хорошо владеет английским. Читает Шекспира во французском переводе, потом признает этот перевод несовершенным. Трагедия в духе Шекспира. И Пушкин подчеркивает важную разницу между трагедией народной Шекспировой и драмой придворной Росиновой. В это время романтики призывают читать Росина, он в моде. А Пушкин идет совершенно в противоположную сторону, идет к Шекспиру. И Пушкин заявляет о влиянии Шекспира на него. Он принес ему в жертву, пред его алтарь, не только три классические единства, то есть единства времени, места и действия, но единства слога всего четвертого необходимого условия. И Пушкин действительно смешивает языковые стихи в трагедии. Там есть торжественные церковно-славянизмы. Клобук, чернец, инок, келья, днесь, присно, отрок. Там есть разговорная лексика, мы еще к ней вернемся, когда будем говорить о сцене на литовской границе в Корчме. Там есть обычная лексика, обычная для того времени. То есть Пушкин, опираясь на Шекспира, все-таки делает по-своему, изменяет многое по-своему, но разрешение на публикацию Николай I не дает. Трагедия готова. И Пушкин вынужден унизительно напоминать Николаю, что он, Пушкин, скоро женится на Натальи Гончаровой. Ему нужны деньги на сватовство, на свадьбу. И, прочитав вот эти просьбы, император через графа Бенкендорфа разрешает таки опубликовать трагедию под его государя собственную ответственность. Книга выходит в декабре 1930 года, автор получает гонорар. Гонорар этого не хватит ни на сватовство, ни на свадьбу, но все-таки как-то разрешение дано. Борис Годунов до 1866 года, трагедия, был запрещен цензурой к постановке на сцене. И первая постановка совершилась в сентябре 1870 года. 40 лет понадобилось русской критике, дому Романовых, чтобы позволить о царях открыто говорить. И первая постановка была не оперная, она была драматическая, была признана не очень удачной. Потом снова вмешалась цензура, потом требовали какие-то сцены убрать. В общем, многострадальное произведение Александра Сергеевича. Публикация отрывков, Пушкин начал отрывки публиковать, вызвала огромный интерес. Белинский пишет, что это величайшее волнение в нашем литературном мире. Даже Булгарин, ссора, с которым назревает у Пушкина, очень сильная ссора, и тот признает, что, например, сцена на литовской границе это совершенство по слогу, по составу и по чувствам. Но были и другие, например, критик Надеждин с неудовольствием замечал, что трагедия внимания не заслуживает. И сжить огромную славу еще до своего появления Пушкин уже сумел. И советуют Пушкину ни много ни мало сжечь Годунова и докончить Онегина. Кто сейчас помнит критика Надеждина, не знаю. А вот Бориса Годунова читаем и читают. Антон Дельвик в своем «Альмонахе», который он издает, печатает Бориса Годунова. Опять же, разные рецензии. Самое уничижительное принадлежит издателю «Северного Меркурия» Михаилу Бестужеву Рюмину, который встретил Годунова следующим куплетцем, «И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел, и стих его незвучен, и гений охладел, Бориса Годунова он выпустил в народ, убогая обнова, увы, на Новый год». Ну, вот так Александр Сергеевич удостоился от Михаила Бестужева Рюмина вот таких вот слов. Ну, тут вступается Белинский, который переломил вот это негативное отношение к трагедии Бориса Годунова и говорит, что у Пушкина трагедия удалась, состоялась, и в трагедии все, и отдельные части, и сцены, все стоит на месте, и жанровая природа хороша, и все замечательно. Но тут опять вступает в спор Павел Катенин, который пишет буквально следующее. «Я сегодня перечел Бориса Годунова третий раз, многое пропускал, а когда закончил, то подумал, нуль, то есть нуль». Вот интересно, все-таки три-то раза читал, что ж так сильно захотелось, но в итоге вот все равно нуль. Итак, Борис Годунов, 26 лет Пушкину, 26 лет. Трудно себе представить, что вот из-под пера 26-летнего молодого человека может появиться столь мощное и емкое произведение. Там есть посвящение в Борисе Годунове «Драгоценной для России памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенной, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин». Пушкин был близко знаком с Карамзиным еще в лицейские годы. Карамзин жил неподалеку от лицея в царском селе и привечал у себя в доме лицеистов, угощал понемножку, а главное слушал, чего они там понаписывали. И Пушкин вхож был как свой в дом Карамзина. И потом их отношения менялись, и еще за пять лет до того, как Пушкин берется за Бориса Годунова, они расстались, если не сказать поссорились с Карамзиным. Но опирается Александр Сергеевич вот на этот труд. Это книга Карамзина. Карамзин был объявлен придворным историком при доме Романовых. И, конечно же, его «История государства российского» — это главная книга, которую читали не только Романовы, это читали все маломальски грамотные люди. Даже «дамы», как пишут критики, были в восторге от предания веков. Пушкин опирается на труд Карамзина, и именно Карамзин дает ему основу для образа Бориса Годунова. Не забудем, что трагедия так и называется, Борис Годунов. У Карамзина очень подробно выписан образ Бориса. В частности, историк пишет, «Если бы родился Борис на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших венценосцев в мире. Но, рожденный подданным, с необузданную страстью к господству, не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою, и проклятие веков заглушает в истории добрую славу Борисову». И дальше Карамзин рассказывает нам, как попадает на престол Борис Годунов после смерти сына Грозного, после смерти Федора Иоанновича. А Федор Иоаннович был женат на сестре Бориса Годунова. Сестра Бориса Авдовев уходит в монастырь. Власть ничья. И, как всегда в России, нужно только хорошенько наклониться, чтобы ее поднять. И Борис Годунов, который и так фактически правил при слабом и физически, и духовно Федоре, вот теперь он не хочет брать власть. Он скрывается в Новодевичьем монастыре, где его сестра приняла постриг, и ждет, чтобы его попросили взять эту самую власть. Годунов хотел, пишет Карамзин, чтобы не одна столица, но вся Россия призвала его на трон и взял меры для успеха. Всюду, послав ревностных слуг своих и клевретов, все единогласного ждали решения. Для твердости и безопасности своего властвования он хотел поклонов и призывов. И так нужно попросить, чтобы Борис появился на троне. Мы посмотрим, как это у Пушкина отражено, то, что мы сейчас с вами увидели у Карамзина. Бояре Воротынский и Шуйский рассуждают в пьесе о том, примет ли власть Борис Годунов. Шуйский говорит, чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет. Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина. И, наконец, по милости своей принять венец, смиренно согласится. А там он будет нами править по-прежнему. Бояре все знают. Они поняли, кто такой Борис. Здесь есть совершенно потрясающая характеристика того же Шуйского. Вообще, Шуйский тут у Пушкина один из самых ярких и умных бояр. У Шуйского есть исчерпывающий совершенно из уст Шуйского мы узнаем вот эту мысль боярскую, что же такое себе представляет Годунов. «Какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять Палача и сам в душе Палач возьмет венец и бармы Мономаха». Ну, уже ничего не добавить. Итак, русским царем станет бывший раб, татарин, зять Палача Малюты и сам в душе Палач. Характеристика жуткая, но полная и исчерпывающая. Борис, по мнению Карамзина, фигура неоднозначная и очень сложная. И Пушкин вслед за Карамзиным считает, что Борис убийца. Да, не своими руками, но царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, который царевич Дмитрий в Угличе жил со своей матерью, но он законный наследник престола. И тогда, чтобы убрать законного наследника престола, по Карамзину отправляет Борис убийц, царевич погибает, престол свободен. Хотя историки давным-давно выдвигали версию, эта версия есть у Карамзина, она есть у Пушкина, что все-таки нет, якобы не убит был Дмитрий, мальчик был слабоумным, он страдал подучей, так это называлось эпилепсия. И играя в ножички со своими сверстниками во дворе, он упал, наткнулся на вот этот ножичек, с которым эти мальчики играли, ну и погиб, истек кровью. Но по Карамзину это было убийство. И Пушкин дает нам понять, что вот он с версией Карамзинской согласен, что Борис Годунов самозванец на троне, который занял трон, переступив через кровь царевича Дмитрия. Но тут нам самое время вспомнить еще об одном юбиляре. 2024 год – это юбилей двух русских композиторов. 185 лет со дня рождения Модеста Мусоргского мы отмечаем, и 180 – со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Модест Мусоргский интересует нас в первую очередь, потому что именно он напишет музыку на пушкинский сюжет. Именно он создаст одну из величайших опер, не только русских, но величайших в мире опер. Это опера Борис Годунов. И вот мы сейчас с вами говорим об истории, написанной Карамзиным, о трагедии Бориса Годунов, которую написал Александр Сергеевич, наш юбиляр. Но мы еще с вами сейчас будем говорить, думать, и слушать, и смотреть сцены из оперы Бориса Годунов, которую написал Модест Мусоргский. Ну тогда хотя бы несколько слов о Мусоргском. И при чем тут римский Корсак? Гвардеец Модест и морской офицер Николай, то бишь Мусоргский и римский Корсаков, оба выходцы из старинных дворянских семей. Оба они формировались в эпоху Шестидесятничества. Оба они обладали уникальным слухом. А римский Корсаков еще имел так называемое цветное слышание, то есть музыку воспринимал в цвете. Они даже одно время жили по соседству, дружили. И забегая вперед, скажем, что римский Корсаков будет дописывать то, что не успеет дописать для своей оперы. Ту музыку, которую не успеет дописать Мусоргский. Будет несколько редакций сделано именно римским Корсаковым. Половина знатоков музыки проклянет римского Корсакова и скажет, что все ужасно, все испортил, и если бы не он, то все было бы прекрасно. Но другие специалисты, с которыми мне удавалось разговаривать, говорят, что римский Корсаков очень бережно, очень нежно и с большой любовью подошел к тому, что оставил, не успев завершить, оставил Модест Петрович Мусоргский. Мусоргский один из самых трагических русских композиторов. Ну вот не случайно, что и берется-то за трагедию. С одной стороны, мальчик из прекрасной семьи, где маменька играла на фортепиано и с шести лет научила своего сына Модеста играть. Рано поняли, что абсолютный слух, и что без нот вообще может воспроизвести любое произведение. А вот он всю жизнь терпеть не мог, так сказать, музыкальную грамоту. Вот это записывать, вот это какая-то теория, вот все это не надо. Все быстренько на слух, все замечательно, и мог на слух сыграть огромное музыкальное произведение, не видя нот. Но отец считал, что его сыновья, в том числе Модест, должны пойти по стезе военной. Вот ему самому отцу не удалось стать военным, а вот сыновья должны. И он делает все для того, чтобы и старший сын, и вот его младший сын Модест обязательно стали офицерами и вот на этом поприще славы добились. Модест Мусорский попадает в школу гвардейских подпрапорщиков. Но самым известным выпускником этой школы был Михаил Лермонтов. Хорошо там учили, хорошо учили. Но вот сначала вышел поэт Лермонтов, а потом вот оттуда же выйдет композитор Мусоргский. Значит, правда, учили хорошо всему сразу, и поэзии, и языкам, и музыке. До этого Мусоргский учился в Петершуле, это знаменитая школа в Петербурге, где изучали языки, и Мусоргский свободно владел латынью, немецким, французским. Ну, про русский мы не говорим, конечно, само собой. И знания глубокие, и он очень хорошо разбирался в предметах, которые он изучал. Но вот он категорически не хотел быть военным. Он считал, что главное в жизни – это желание всезнания и познание истины. И еще он был перфекционист. Он не мог делать что-то хорошо. Он должен был делать отлично. И поэтому семь версий Бориса Годунова существует. Семь версий. Это только версии самого Мусоргского. А мы помним, что там еще Римский-Корсаков будет работать. Еще Шостакович будет делать свои версии этой оперы. И прожив всего 42 года, Мусоргский создал пять опер, но только четыре не окончены. Опять же, надо было доделать до совершенства. Не успел. Симфонические сочинения, циклы вокальной и фортепианной музыки, множество романсов. Но Мусоргский был человеком, который никак не мог остановиться на сделанном. Ему казалось, что нужно другое, лучшее, еще лучшее. И его так как-то кидало из одних взглядов, убеждений к другим. Ну, например, живя в Петербурге, самом западном, во всех смыслах слова, в городе, он вдруг возненавидел вот это все западное, едет в Москву, чтобы полюбоваться русской жизнью. И фактически становится таким инакомыслящим на фоне вот этого западничества петербургского. И начинает даже в быту использовать такие словечки, как авось, чай, потешить, токма. Вот ему кажется, что именно русский быт, русская жизнь, вот эта старина русская, вот они-то самые важные и самые главные. И Мусоргский создает Бориса Годунова, конечно, опираясь на то, что сделано Пушкиным, но, тем не менее, там есть и отличия. Ну, например, он убирает вот эту боярскую линию, которая есть у Александра Сергеевича. Вот все эти шуйские, воротынские, его меньше всего интересуют. Нет, там шуйский остается, но так, в общем, персонажем не самым важным. А вот важно это Борис, конечно. Это Борис, его личность, его взгляды, его власть. И мы с вами читаем, например, у Пушкина сцену, где призывают Бориса на царство. У Пушкина это так, значит, народ, который на Девичьем поле, возле Девичьего монастыря собрался. Этот народ, в общем, не очень понимает, чего надо делать. Послушай, что за шум? Народ завыл, там падают, что волны, за рядом ряд, еще, еще. Ну, брат, дошло до нас, скорее, на колени. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь. Другой говорит, о чем там плачут? А как нам знать? То ведают бояре, не нам чета. Все плачут. Заплачем, брат, и мы. Я силюсь, брат, да не могу. Я так же. Нет ли луку? Потрем глаза. Нет, я слюней помажу. Что там еще? Да кто их разберет? Винет за ним, он царь, он согласился. Борис наш царь, да здравствует Борис. Критика считает, что три главных действующих лица в опере и в пьесе – это Борис, это народ, это Дмитрий Самозванец. Но народ как бы раздваивается, расслаивается. Есть народ как толпа, безымянный. Тут у Пушкина один, второй. А есть юродивый. Это такой вот глаз народа, глаз божий. Пушкин сам напишет. Я пытался спрятать свои взгляды за юродивого, но не удалось, уши торчат. То есть Пушкин и юродивый говорят вместе. Если не одно и то же, то, по крайней мере, близко. И вот в опере вы сейчас фрагмент послушаете. Это спектакль Мариинского театра петербургского, поставленный Валерием Гергиевым, где вы увидите сцену коронации. Увидите и услышите, потому что это видеозапись. И вы услышите, как музыка показывает вам тот ужас, который испытывает Борис. Ему страшно быть царем, но ему сладко быть царем. И вот этот колокольный звон, который просто давит слушателя, создает такое ощущение, что под ногами Бориса качается земля. Зыбкость, ненадежность того, что происходит. И вот как колокол качается туда и сюда, так и сама судьба Бориса качается от просто родственника русских царей до власти, которая свалилась на него. Это огромная, необъятная эта власть. Но в то же время создается такое ощущение тревоги и ненадежности всего происходящего. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» то он напишет нам о другом самозванце. А это будет Пугачёв. И это будет два произведения. История Пугачёвского бунта, не художественный текст, и «Капитанская дочка», текст художественный. И Пушкин создаст пленительный образ самозванца. Это называется «Ум сердцем не в ладу». Вот умом нельзя любить самозванца. Но написано так, что мы Пугачёву сочувствуем и, может быть, даже его любим в какие-то минуты текста. Нас потом Булгаков в этом убедит, создавая нам обаятельного дьявола, которого нельзя любить, но которым всё время восхищаешься и который вот хочешь, не хочешь, вот нравится. Вот наши гении, они умели так подавать образы, не плоско, а так объёмно, чтобы мы увидели в человеке и мерзости, и гадости, и подлости, и в то же время обаяние, ум. Там ведь царевич, самозванец царевич, то бишь Гришка Отрепев, он будет говорить полякам, когда уже поведёт их на Русь, он будет говорить «щадите русских, берегите, не надо всех убивать, не надо всех казнить». Но и душа Бориса там всё время мучается. Он всё время мечется. Там эта мутная его душа, в которой и преступление, и доброе, всё это переплелось. И я хочу, чтобы вы сейчас послушали в исполнении Тихомирова, в роли Бориса, вы послушали его монолог и постарались понять, как Мусоргский вот этот ментеж души передаёт. Ария Бориса, и вообще партия, вся партия Бориса очень сложная. Ну, считалось, что лучше Шаляпина трудно спеть, конечно, да, но мы сейчас не сравниваем лучше или хуже, просто другой век, другие исполнители. И вот сегодня один из лучших исполнителей, это тот, которого мы сейчас предлагаем вам посмотреть. Скорбит душа Какой-то страх не больный Звалищим предчувствием Сковал мне сердце О праведник О мой отец державный Возрись небес На слёзы верных слог И не спошлите мне Священное На власть Благосвоение Да буду плак И праведен, как ты На славе У Пушкина Борису дан один из важнейших монологов В пьесе Напрасно мне кудесники Сулят Дни долгие Дни власти Безмятежной Ни власть Ни жизнь Меня не веселят Пречувствую Небесный гром И горе Мне счастья Нет Какая самооценка Вот Пушкин Учит нас психологизму Бог ты мой Это начало 19 века Уже идет Вот то, что потом Обкатают все писатели Вот эти внутренние монологии Вот это Самобичевание Вот это Самоанализ Мне счастья Нет Я думал Свой народ В довольстве И во славе Успокоить Щедротами Любовь Его Снискать Но Отложил Пустое Попечение Ах Выходит Напрасно Щедроты Любовь Искать Пустое Попечение И дальше Эти пушкинские Афоризмы Ну просто Из бронзы Отлиты Живая Власть Для черни Ненавистна Они Любить Умеют Только Мертвых Безумны Мы Когда народный Плеск Ильяр И вопль Тревожит Сердце Наше Бог Насылал На землю Нашу Глад Народ Завыл В мучениях Погибая Я Отворил Им Житницы Я Злато Рассыпал Им Я Им Сыскал Работы Они Ж Меня Беснуясь Проклинали Ну если так по-русски Просто Что не дай Все зря Он Анализирует Не только себя Он анализирует Свои поступки Свои действия И видит В них Тщетность Все пытается Понять А что же Надо Тогда Этому Народу Ах Чувствую Ничто Не может Нас Среди Мирских Печалей Успокоить Ничто Ничто Едино Разве Совесть Вот Это слово И прозвучало У Карамзина Там тоже Это есть Там Есть Несколько Строк Где Совесть Становится Главным Словом Что может Остановить Преступника Убийцу Царевича Ну Карамзин Считает Все-таки Убийцей Бориса Он говорит Совесть Так Здравая Она Восторжествует Над злобой Над темной Клеветою Но Если в ней Единое Пятно Единое Случайно Завелось Тогда Беда Как Язвой Моровой Душа Сгорит Нальется Сердце Ядом Как Молотком Стучит В ушах Упрек И все Тошнит И голова Кружится И мальчики Кровавые В глазах И рад Бежать Да Некуда Ужасно И еще Мало Там Главный Палач Его В нем Это Совесть И вот Эта Совесть Вот это Она Его И режет И душит И давит И поэтому Поэтому надо посмотреть на тот самый народ, который, оказывается, чем не ублажай, чего не дай, а вот либо мало, либо все не так. Я хочу, чтобы вы послушали арию Юродивого в исполнении Ивана Козловского. Он считается уже много десятилетий лучшим исполнителем этой арии. Вы увидите фрагмент художественного фильма, это фильм-опера. Он снят был в 1954 году, цветной фильм, режиссер Вера Строева. Очень удачно, на мой взгляд, это было снято. Вы увидите это жирное русское золото, вы увидите соболя и шапки. Вот, чтобы понять антураж эпохи, фильм как раз очень пригодится. Итак, ария Юродивого, Иван Козловский. Ария Юродивого, Иван Козловский. О чем он плачет? Мальчишки отняли копеечку, великое зарезать. Как пицца резал маленького царевича. Молчи, дурак! Молчи, дурак! Хватите дурака! Не троньте! Молись за меня, блаженный! Нет, Борис! Нельзя! Нельзя, Борис! Нельзя молиться за царя и рода. Богородица не велик. На Святой Руси к тому, что говорили юродивые, всегда очень внимательно прислушивались. Юродивый – это безумный, сумасшедший человек. А значит, думали наши предки, не он говорит, а его устами Бог говорит. И поэтому даже собор Василия Блаженного, то бишь как раз Василия Юродивого и стоит на Красной площади в центре нашей столицы. Стоит давно и один из самых красивых вообще русских храмов православных. Так вот, когда Борис просит молиться за него, юродивый говорит, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит. Ирод, как мы знаем из Библии, убивал младенцев, потому что ему предрекли, что вот из одного из младенцев вырастет потом спаситель человечества, который его, Ирода, и несет с престола и сметет с лица земли. Поэтому вот он убивал младенцев. Ну, царевич Дмитрий – это вот младенец. И Юродивый сравнивает Бориса Годунова с царем Иродом. Вот Богородица за убийцу молиться не велит. И Борис не трогает, велит не трогать Юродивого, не наказывает его за эти слова. Вообще обидеть Юродивого считалось большим грехом. И прислушиваться к его словам было нужно и важно. Но между тем Григорий Отрепьев бежит из монастыря и добегает до литовской границы. И там есть замечательная сцена, сцена в Корчме, где другой народ показан. Вот мы уже третий раз говорим, что народ разный. Вот был народ на девичьем поле, который пытался луком глаза помазать, чтобы зарыдать. Вот Юродивый – это глаз народа, глаз Божий. А вот есть другой народ. Вот там в Корчме два таких развеселых монаха, такие бродячие монахи были. Они подаянием жили и вот так вот кочевали от монастыря к монастырю, от Корчмы к Корчме. Там есть такой замечательный Варлаам, который говорит там прибаутками, байками, речь его пересыпана всякими пословицами. А Мусорский пишет замечательную арию Варлаама, такую разудалую, развеселую. Такое ощущение, что вот сам бы в пляс спустился под вот эту музыку. И, конечно, нужно быть большим мастером, чтобы это спеть. Вообще Мусорского спеть непросто. Это очень русская музыка. Она то тяжелая до невыносимости, то она легкая, разудалая и веселая, то она вообще такая вот печальная и на одной ноте такой тягучей тянется эта печаль. Я хочу, чтобы вы послушали в исполнении Владимира Маторина арию Варлаама. Это сцена в Корчме на литовской границе. ПЕСНЯ 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 МОЛОДОЙ ПУШКАРЬ ДЫГБАЧИЧКИ А ЭТЬ СВОРОКОВТЯ БОЧКО ЗАГРУЖИЛОСЯ ПО ПО ПОДКОПО ПОКОТИЛОСЯ ПОЛЕКЛОВУЛА ЗАВАБИЛИСЯ ГОВТЕЛЬЮ СЛИТОКОРОВЕ ПЛАКИНОТОМ ЗАЛИТАЛИСЯ ПОЛЕКЛО ВТО КОРОЛИТЬ ВОТЬМУЩАЯ ПОЛЕКЛО ИХ СОРОК ТЫСЯЧЕЙ ДО ТРИ ТЫСЯЧЕЙ АХТА ВО ГОРОДЕ БЫЛО ВО КАЗАТИ Гришка Отрепев оказывается у поляков. Долгим путем он пробирается от Литвы. А это единое было царство польско-литовское. И там многие готовы признать его царевичем Дмитрием. И чтобы он повел поляков на Русь, чтобы Русь была захвачена, покорена. И там появляется женский образ, появляется Марина Мнишек. Очень долго Мусоргского упрекали в том, что в сцене ни в одной нет женского образа. Нет любовной сцены, нет никакой яркой сцены, например, с какими-то танцами. И это было сделано, была эта вставка сделана. Появляется Марина Мнишек, которая власть ставит выше любви, которая трон ставит выше чувств. И когда самозванец, назвавший себя Дмитрием, начинает говорить ей о любви, Марина очень быстро отвечает. Не время, князь, ты медлишь. И меж тем приверженность твоих клевретов стынет. Час отчису, опасность и труды становятся опаснее и труднее. Уж носятся сомнительные слухи. Уж новизна сменяет новизну, а годунов свои приемлет меры. Никакой любви ей не надо. И на вопрос самозванца, любила ли бы ты меня, если бы меня признали за сына Иоанна, она говорит, Дмитрий, ты и быть иным не можешь, другого мне любить нельзя. У Пушкина вот эти проблемы, любовь и власть, трон и совесть, одиночество на троне, психология власти. Вот сколько Пушкин этих пластов здесь поднял. И вот этот единственный, ну не считая хозяйку корчмы, вот этот единственный женский образ – это такой какой-то взгляд в будущее. Это такая женщина, для которой, как принято говорить, ничего личного. Личное – это достижение власти. Она хочет сесть царицей на Москве. Каким путем это будет сделано? Ну, не важно каким. Ну, через кровь, так через кровь, через трупы, так через трупы. Мраморная нимфа, говорит о ней Пушкин в своем тексте. Послушайте, пожалуйста, как исполняет арию Марины Мнишек в Мариинском театре Екатерина Семенчук. Мариинском театре Екатерина Семенчук Мариинском театре Екатерина Семенчук Не дожисти верною песню, и ко мне. Задрёшь, старён, ты будешь на Москве. Очень важно понять не просто царя Бориса Годунова, но ещё человека Бориса Годунова. И Пушкин помогает нам его узнать, показывая сцену, где Борис разговаривает со своими детьми. Его дочь Ксения должна была выйти замуж, но жених умер, она осталась невестой невостребованной. Это её горе давит и мучает. И отец Борис, любящий отец, он пытается ей помочь. Но есть наследник, есть сын Бориса, Фёдор, которого прочит он после себя на трон и наставляет его. И там эта замечательная пушкинская фраза «Учись, мой сын, науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни». Что интересно? Интересно, что учёные нашли завещание Николая I. Он написал его заранее, потому что у него была такая важная встреча с прусским королём Фридрихом в Польше. Но эта встреча была очень опасной, на территории Польши боялись покушения на Николая. И Николай, думая, что он может не вернуться, Николай I, он пишет своему сыну, будущему императору Александру II, такое завещание. Причём, когда его читаешь, такое ощущение, что Николай I очень внимательно читал Бориса Годунова, Александра Сергеевича Пушкина. Потому что просто совпадают фразы из завещания и из пушкинского текста. Ну, например, «Не изменяй течение дел, привычка, душа держав», пишет Пушкин. А вот из завещания Николая. «Не изменяй существующего порядка дел, без малейшего отступления, оставь всё, как было поначалу». Или «Наметь себе руководителя, но хоть Басманова», говорит Борис у Пушкина. Николай пишет «Найди себе руководителя среди нашего окружения». Это может быть, например, Спиранский. Борис «В семье своей будь завсегда главою, мать почитай, но властвуй сам собою». «Заботься о семье», пишет Николай, «Почитай мать», «У тебя братья, младшие сёстры, все они должны быть под твоим покровительством, ты им единый защитник». Ну и так далее. Ну, так это или нет, может быть, это наши домыслы, ну уж, в общем, сходство всё-таки очевидно. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как в современной трактовке выглядит сцена Бориса с детьми. Это Мариинский театр. Совершенно по-иному решает режиссёр. Это Гергиевский театр. И партию Бориса будет петь Евгений Никитин, один из хороших наших актёров, умеющих и играть, и петь. Это очень важно в опере. Но посмотрите, какие костюмы, во-первых. Посмотрите, как выглядит Борис Годунов без соболей и мономаха, значит, шапки. А ещё обратите внимание, что раньше, например, партию Фёдора пели женщины. Это вообще сопрано. И находили такую худенькую, миниатюрную актрису, которая вот гримировалась под этого мальчика-наследника. А здесь всё иначе. И очень интересно сделано. Посмотрите. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зачем же ты страдал? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дом и там есть смерть Бориса Она страшная Это одна из самых мрачных, тяжелых сцен Как у Пушкина, так и у Модеста Петровича Мусорского Вообще это одна из самых мрачных сцен в мировой опере Вот этот Борис, который на грани безумия, который видит какие-то галлюцинации, который уже не помнит себя и который чувствует смерть, это приближение смерти, этот ужас смерти. Вы посмотрите, как это сделано в фильме, я уже говорила об этом фильме, это хороший очень фильм-опера, и посмотрите, как валяется никому не нужная у престола шапка Мономаха. Вот подойди и подбери. И Борис хочет, чтобы подобрал эту шапку, конечно, его наследник, но у Пушкина не сможет наследник Бориса Годунова надеть на себя шапку Мономаха. Потому что к народу выходят бояре, народ ждет и говорит, бояре идут, один из народа. Зачем они пришли? А верно приводить к присяге Федора Годунова. В самом деле, слышишь, какой в доме шум, тревога, дерутся, слышишь визг, это женский голос, взойдем, двери заперты, крики замолкли. Массальский является на крыльце. Народ. Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович. Народ безмолвствует. Вот этим безмолвием народным Пушкин не то чтобы точку, а какое-то многоточие ставит. И уже столетиями все пытаются разгадать этот финал. Выражение «народ безмолвствует» встречается у Карамзина, но по другому поводу. Большинство исследователей, особенно академик Михаил Алексеев, который много работал над анализом трагедии Пушкина, считает, что это реплика из Миробо, который говорил «Молчание народа – урок королям». Может быть. Пушкин нигде нам не объяснил, Миробо ли тут, или, может быть, Карамзин, или, может быть, это Пушкин так для себя решил и так нам оставил. Но это молчание, оно сильнее крика. И то ли народ молчит от ужаса, что вот убиты все – и царица, и дети. Но, с другой стороны, ужасами-то народ не удивишь. И они уж насмотрелись и наслушались. Это какое-то другое молчание, более страшное и более емкое. Но так у Александра Сергеевича, у Мусоргского иначе. У Мусоргского в финале опять появляется юродивый, который говорит о слезах народных. Лейся, лейся, лейтесь, лейтесь, эти народные слезы. И вот этими слезами, вот этим плачем, потому что самозванец идет на Москву. И идут поляки, идут литовцы вместе, он ведет войско. И вот так оплакивает не только юродивый, но и оплакивает Мусоргский своей музыкой. А плакивает то, что случилось, то, что происходит. Вы сейчас посмотрите сцену смерти Бориса. Сцену, которая, на мой взгляд, очень хорошо сделана, очень хорошо сыграна. И которая подводит итог нашему разговору о трагедии Александра Сергеевича Пушкина. И об опере Модеста Петровича Мусоргского. Боже, тяжко мне, Ужаль, греха не зналить! О, злая смерть! Как мучаешь ты, жестоко! Повремените, я царь еще! Я царь еще! Божья! Смерть! Прости меня! Вот! Вот царь ваш! Царь! Простите! Прости! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok